Когда я читаю количество денег, которые выделяются на программы, которые так или иначе хотят, если не гармонизировать, то хотя бы как-то успокоить общество, я имею в виду как раз межнациональные отношения, я сразу вспоминаю, кто сегодня у власти. И я понимаю, куда эти деньги уйдут, а вернее, кому. Поэтому, если в этом есть что-то положительное, вот в этих всех программах это одно, что мы снова подходим к ситуации 90-х годов, когда страна встает перед необходимостью не одним из, а главным своим национальным проектом, главным своим, я не знаю, национальной идеей это единство страны. Потому что все эти межнациональные, казалось бы, стычки, вот то, что произошло сейчас в Петербурге и там происходит в разных городах страны, это ведь не, так сказать, такие локальные проблемки, это проблема единства страны. Потому что в какой-то момент, в любой момент, Кандапога это будет или Петербург, или что-то еще, или Пугачев, это может быть как маленьким камушком, которое вызовет лавину. Лавину, когда националистически очень серьезные круги в наших, прежде всего, мусульманских странах, в наших государствах, части нашей России, они скажут, хватит, мы не хотим больше слышать о себе то, сё, пятое, десятое, что мы там оттуда-то понаехали, туда-то приехали и так далее. У нас своя экономика, у нас своя государственность, у нас свой язык, у нас своя религия. Пошла вы, госпожа Москва, куда подальше. Вот что во всей этой истории важно. Важно, что без мощнейшей национальной программы и серьезнейшим занятием того, что называется национальное единство, хотя бы через создание даже таких воссозданий, вернее, структур, как, например, Министерство по национальным вопросам, я думаю, что мало что может получиться, чтобы Россия отошла от края катастрофы под названием распад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.